Три миллиарда занятые у России, Украина возвращать не собирается, по крайней мере в обозримом будущем. Киев ввел мораторий на выплату всего, что набрал у Москвы, а это помимо трех миллиардов, еще полмиллиона долларов займов в российских банках, выданных украинским предприятием. Так заявил премьер Яценюк, и Москве осталось лишь сделать вывод. Этот мораторий де-факто дефолт Украины. Ситуация очень плохая. Ведь чтобы этот займ Украине выдать, Россия пошла на изменение своего законодательства. Чтобы его невозврат как-то обойти, свой устав изменил МВФ. И получается не экономический, а политический казус. Ведь МВФ признал сам долг суверенным, а не коммерческим. Москва сама предложила очень льготные условия его возврата. А Киев, выслушав и западных партнеров, и московских чиновников, просто отказался платить. Причем крайний срок сегодня, но и снова Москва идет на уступки, говоря о том, что в документах есть некий пункт, позволяющий деньги вернуть еще через 10 дней. Дальше британские суды, ведь документы оформлялись именно с прицелом на их юрисдикцию. Минфин в суд собирается 31 декабря, и Новый год станет новым временем проверок международных институтов. Ведь дронул же под давлением политиков МВФ. Про соблюдение принципов спросили президента Путина на пресс-конференции. По его словам, 0% таможенного сбора для украинских товаров с новогодним боем курантов уходит в прошлое. И начинается время режима максимального благоприятствования в торговле, но уже с таможенными пошлинами. Мы вынуждены принять решение о том, что не будем с Украиной с 1 января работать как членом зоны свободной торговли СНГ. Мне руководители Евросоюза предлагали и просили не исключать Украину из зоны свободной торговли и не лишать её преференций в торговле с Россией в надежде на то, что мы будем в трёхстороннем формате Россия, ЕС, Украина в течение года вести переговоры и внесём какие-то изменения в разных формах. Если не менять само соглашение между Украиной и Россией по присоединению к ассоциации с Евросоюзом, то хотя бы какие-то внесём туда корректировки с помощью дополнительных протоколов, которые снимают наши озабоченности и гарантируют наши интересы экономические, мы до июля сто раз просили с нами встретиться в трёхстороннем формате. Только в июле начались первые контакты. Они ни к чему не привели фактически. Прислали нам бумагу. Написано, что Россия берёт на себя обязательство привести в соответствие с нормами Евросоюза наши таможенные стандарты в СНГ. Я им в Париж сказал, вы вообще взрослые люди или нет? Мы на троих-то – Россия, Белоруссия и Казахстан – спорили годами по этим таможенным тарифам. А вы хотите, чтобы мы, потому что Украина присоединилась к этому соглашению с Евросоюзом, изменили всё таможенное регулирование в СНГ? Это просто несправедливое требование, невозможно это сделать за один год. Теперь написано, что мы переходим, мы обязаны перейти на фактически фитосанитарные нормы Евросоюза. Но Украина готова, а с нами-то никто переговоров не вёл. Прямо прописано, что Россия берёт на себя обязательства. С какой стати-то? Мне, кстати, в Париж сказали, ну наши стандарты лучше, может быть, вам лучше переходить на наши стандарты. Да, это правда, и мы хотим, но деньги нужны, инвестиции нужны. А нам ещё и перекрыли внешнее финансирование. Я говорю, ну вы же понимаете, что это невозможно сделать. Зачем вы всё это пишете? Они говорят, а мы пока не читали вот то, что там написано. Слушайте, вы не читали, а нам прислали эту официальную бумагу? Строить новые отношения в новых условиях будем, но недопустимо оплачивать это новое время людскими жертвами. Речь идёт о жителях Донбасса. Это ответ президента украинскому журналисту о том, готовит ли Москва зимнее наступление в Донбассе. Путин на язвительный тон журналиста не отреагировал. По его словам, ни для кого не секрет. Российские граждане на стороне ополченцев воевали, но регулярной российской армии там нет и не было. Вы знаете, я вам искренне говорю, мы не заинтересованы в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт как можно быстрее был разрешён, но только не способом физической ликвидации людей на юго-востоке Украины. Мы сто раз уже слышали, что надо, чтобы Россия исполнила немецкие соглашения. Так мы хотим этого. Но вот посмотрите, что там написано. Первое – внести изменения в Конституцию и согласовать за Донбассом. Внесли на постоянной основе. Вроде бы внесли в переходные положения. А что там написано? Что там внесли? Закон об особом статусе управления. Инкорпорировали в переходные положения. На постоянной основе? Я их спрашиваю всех, моих коллег. На постоянной? Все говорят, на постоянной, на постоянной. Я говорю, а вы знаете, что этот закон на три года всего принят? Год прошёл. Они все говорят, да? Я говорю, да. Пётр Алексеевич, да? Он говорит, да. Ну, правда, честное слово, это прямая речь почти. Все говорят, ну, знаете, он должен сделать это на постоянной основе. Я говорю, ну, должен, пусть сделает. Если мы хотим реально решить проблему, давайте перестанем этим заниматься. Давайте вместе будем над этим работать. И мы готовы уговаривать, готовы приводить аргументы людям на юго-востоке страны, чтобы был найден какой-то компромисс. Мы к этому готовы и этого хотим. Нужно, чтобы этого захотели наши партнёры в Киеве. Москва с Киевом работать готова. Но вопрос, с кем? Ведь назначение на ключевые посты иностранцев-легионеров говорит о глубоком кризисе в украинском руководстве. Путин считает, что сейчас с подачи Вашингтона Украиной управляют те, у кого на родине плохая репутация. Как, скажем, у Михаила Саакашвили, которого Грузия объявила в розыск по подозрению в уголовных преступлениях. На мой взгляд, это просто такой плевок в лицо украинского народа. Мало того, что поставили Украину под внешнее управление, но ещё вот таких политических, с позволения сказать, деятелей туда делегировали. Кстати говоря, по-моему, Саакашвили же не дали рабочие визы в США, но они его направили на Украину, пускай там покомандуют. Но вот он там активно функционирует. То есть, чего украине сказали? Мы не просто вами будем управлять, но мы вам ещё пришлём людей, которые будут вами управлять. Из более цивилизованных стран, соседних или из-за океана, на ключевые посты их всех посадим. На финансы, на экономику, на то, на всё, на это, на пятое раздесятое. Потому что вы не можете грамотно это сделать. Вот другие могут, а вы нет. Продолжение следует...